Я Павла, мы несколько лет уже занимаемся темой благотворительности, темой детства, да и не так давно мне попросили навыки исследования общественных парадов, которые, к сожалению, все это не зло, и, в общем-то, как бы, владеет статистическим наблюдением для нашим подрастающим поколениям, вот, акцент интеллектуального потенциала, физическое здоровье, и, в общем-то, очень негативная тенденция наблюдается, потому что ребята очень, расточек поколения теряют очень сильно и физическом плане, и интеллектуально, и появляется непокосимость, и мертвность, и вот мы сейчас и говорим о том, что очень много, как бы, равнодушия, очень много людей отходят на обочину, просто отмашут руками проблемы, и, в общем-то, как бы, занимаясь уже достаточно много лет темой благотворительности, это все, как бы, для нас очень ресторгно, и мы стараемся проводить разные акции, разные проекции, и, в общем-то, очень часто обидно из-за того, что общество остается равнодушным, и, в общем-то, ну, как бы, самое главное для нас заниматься этим системно, постоянно, вот, и второй год мы сейчас заложили традицию проведения благотворительных семейных праздников волшебству детям, то есть наша задача по итогам года проводить мероприятия, где мы стараемся по максимуму собрать и взрослых, формат семейный, то есть взрослых приглашаем вместе с детками, вот, да и в то же время приглашаем деток из детских домов, социально-регуляционных центров, приглашаем общественников, благотворителей, я, к сожалению, не успела сегодня сделать презентацию, но вот в прошлом году у нас был опыт, мы потратили колоссальное количество сил, усилий для того, чтобы всех собрать, организовать, и было очень обидно, была потрясающая ярмарка детских подделок, был потрясающий детский концерт, вот, но, как бы, большая часть приглашенных, большая часть руководителей, может быть, это связано с тем, что выборов не было никому, вот, люди практически не откликнулись, и, в общем-то, как-то вот, все это осталось незамеченным, а нам очень важно внести многие смыслы, вот, и в этом году, в нем, как бы, вот, из основных таких элементов мы решили сделать создание фильма, то есть была задумка снять документальный фильм, вот, сейчас вот мы понимаем, что, скорее всего, это будет цветок, ну, таких видео-зарисовок, всех нюансов я только раскрывать не буду, но мы очень плотно начинаем работать, в общем-то, в этом направлении, вот, очень много неудобных тем, очень много неудобных историй, о которых не принято рассказывать, вот, я, в общем-то, несколько лет назад у нас еще на Восточке был, так называемый, подземный город, когда дети из неполучных семей, дети, оставшиеся на обочине, просто-напросто построили, ну, такое сообщество, вот, свой маленький город, рыли, в общем-то, подземные вот эти, как это называется? Акопики, в общем-то, там существовали, как-то считали жизнь, ну, все это умалчивалось, и, в общем-то, все сходило на нет, то есть там очень долго правительственная разборка была, то есть чиновники Махалиева и Павелы говорили, что нам эти выродки не нужны, и, в общем-то, ну, очень много вот таких ситуаций, с которыми, я думаю, слава Богу, не всегда мы в жизни не встречаемся, потому что сообщество все равно людей интересующихся, разбивающихся, ну, как бы, вот эти темы есть, на них нужно делать акцент, потому что все мы живем в одном городе, так или иначе, мы, наши дети соприкасаются с такими детьми, вот, и как бы идет вот это взаимодействие, и, в общем-то, вот всем нам все-таки не нужно забывать, что мы единое целое, и как бы помнить об этих проблемах, и, ну, не оставаться равнодушными, не черстви, пиши, вот, и, как бы, у меня общий призыв, мы хотим в декабре организовать вот это мероприятие, нам очень нужна информационная поддержка, очень нужна организационная, то есть сейчас, если, как бы, идет вот, идут съемки фильма, нужного, вот, там очень много нюансов, там, касаемо сценария, технического обеспечения, вот, там, не знаю, вот прочий креатив, дизайн, вот, и, в общем-то, всегда открыто для сотрудничества, открыто любое помощи, и будем рады, если вот как-то, ну, хотя бы, по минимуму, придете на это мероприятие, как-то, вот, не останетесь равнодушными, потому что стараемся по максимуму задействовать, где-то, то, из детских домов, социальных центров. Ну, я больше и больше проникаюсь, на самом деле, потому что вчера не было в этой встрече, не было в этих историях, я проникаюсь в идею, мысль создания этого фильма, потому что это фильм не о каких-то детях, там, далеко, там, в России, и так далее, а о детях в Чувашии, в Чуваксарах, которые живут в подземном городе в Восточке, вообще, я не знаю, город сейчас существует, нет. Сейчас нет. Под Калининским мостом зато можешь подойти, тебя там надо встретить, накормят, напоят, там живут спокойно, ну, это не дом, но контора, которая там в летнее время существует со своими правилами, законами, есть такие хаты, которые скидываются, ребята, и там живут, когда вот это все начинаешь понимать, они вот эти слова, в которых мы, они те слова, которые на Капу или на каком-нибудь из министерств, тогда пробивают они, резко пробивают. Поэтому я полностью поддерживаю и проникаюсь идеей создания вот этого фильма. Это не фильм, это цикл истории, судеб и вот этих детей, которые попали. Надо делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова